Журналисты республики отметили дни российской и чувашской печати. В этом году это еще и круглая дата. 110 лет назад, 21 января, читатели увидели первый номер газеты Хабар. Атмосфера праздника ощущается в здании филармонии прямо у парадного кода. Но даже в этот день в воздухе чувствуется та самая привычная для журналистов суета. Диктофоны записывают, камеры работают, ручки летают над блокнотами. Это студенты журфака ЧГУ готовятся к тому, что через несколько лет в этом зале, возможно, будут чествовать и их. С желанием учитесь, нет? С желанием, с огромным сосердием. Журналистам надо родиться, не только учиться. Журналисту и правда нужно быть полным энергии и любопытства. Ребята с такими качествами уже с малых лет становятся настоящими корреспондентами. Как воспитанники, ТВ, театр, студии, куча мала. На счету малышей немало отснятых сюжетов, а значит, это по праву и их праздник. Поздравляю всех моих коллег с этим замечательным праздником. Желаю счастья, радости и всего самого наилучшего. Праздник! И я рассчитываю на молодое поколение. Они состоятся, настоящие профессиональные журналисты. Они умеют общаться, они умеют и знают лучше использовать информационные технологии. Молодому поколению есть на кого равняться. В этом году газеты «Советская Чуваша», «Аллатрские вести» и «Щендирю Щури» стали обладателями знака отличия «Золотой фонд прессы 2016-2 степени». Издательский дом «Грани» победил во всероссийском конкурсе СМИ «Спортивные регионы», «Спортивная Россия». Детские программы национального телевидения «Чуваши» признаны лучшими на фестивале детского телевидения России «Включайся». И, конечно, главная награда республики – ТЭФИ «Регион-2015» за документальный фильм «Отсюда к родному дому» Валентины Поливцевой, Андрея Спиридонова и Виталия Баева. Нашего коллегу, начальника службы телеоператоров НТРК Андрея Спиридонова, в этот день чествовали не только как обладателя Орфея. Глава республики вручил ему почетный знак «Заслуженный работник культуры Чувашской республики». Не только молодым, всем и нам надо любить простую работу. И честно ее делать, эту работу. Просто стараться, чтобы работа всегда была еще интересной. Я думаю, что это зависит от нас самих, а не от наград или от возраста. Традиционно в День печати «Союз журналистов Чувашии» называет обладателей республиканских премий имени Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина. Обладателем первой стал Леонид Никитин за совместный проект национального телевидения, ГТРК и газеты «Советская Чуваша. Республика. Главная тема». Я даже не думал, что у меня будет этот проект настолько интересен и настолько мне будет приятно. Вот возвращение на экран все-таки у меня довольно-таки большой разрыв получился в работе на экране. Я с 2004 года ведь на ГТРК не работаю. Потом у меня были аргументы и факты, и «Советская Чуваша». Я был главным редактором журнала «Чентра» концерна, тракторные заводы. То есть много всего. Но вот это телевидение оказалось все-таки самым приятным и дорогим, что у меня, оказывается, есть в жизни. Впереди еще много работы. Но мысль, что красной нитью шла через весь праздник, может унять беспокойство мастеров пера. Их дело есть кому продолжать. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаметов, Андрей Шоклев, Республика.